Музыка Отсюда мы убрали вот именно правила какие-то, да? А другие были у нас книги, в которых были уже вот именно упражнения по этим правилам. Это только часть специальной литературы, закупленной на средства субсидий из местного бюджета и гранта благотворительного фонда Михаила Прохорова. Моя русская грамматика, уроки русской речи, русский язык как иностранный. Пополнять фонд изданиями, написанными специально для работы с детьми инофонами, для которых русский язык не является родным, Центральной городской библиотеки Нижнего Тагила начали в 2014 году. Мы разработали пилотную программу «Учимся жить вместе». Программа была рассчитана на детей с 6-8 лет. Это в основном дети приезжих мигрантов, которые испытывали трудности изучения русского языка. Ну и, конечно же, для их родителей, для мам, которые сидели с детьми дома. То есть, вообще, программа была рассчитана на то, чтобы дети обучались русскому языку вместо с родителями. Буквально сразу после появления программы «Учимся жить вместе» возникла идея создания на базе библиотеки Центра культурно-речевой адаптации «Семей мигрантов Этнодом». Изначально библиотекари планировали набрать три группы дошколят и младших школьников. Но вместе с ними родители стали приводить подростков. Зухрону Азимову было 14, когда он пришел в библиотеку. Семья приехала в Нижний Тагил из Таджикистана. Зухрон не понимал по-русски. В течение года посещал курсы в библиотеке. Ну, знал, но там, как бы, привет, так, а до свидания, некоторые обычные слова, которые... А так, как больше ничего не слышали. Начали с русского языка. Ну, особенно про грамматику. Грамматику учились, потому что мы писали вообще очень плохо. Если вначале пришли к нам ребята, да, которые как-то боялись чего-то, стеснялись, ну, какая-то зажатость чувствовали, да. Ну, по окончании курсов мы на самом деле можем сказать, что мы раскрыли в детях. Может, мы как-то их настроили позитивно, да, по отношению к себе, потому что они стали раскрываться. Зухрон окончил 9 классов. Сейчас учится на втором курсе медицинского колледжа. Говорит, в новой среде легче освоиться маленьким детям. Это он понял даже на примере своих сестер. Ну, старшая сестра, конечно, возникает, потому что она тоже приехала взрослая, как бы, она уже... Ей сложно адаптироваться. А младшая нет, у нее все нормально, потом... Она радуется, она, как бы, все знает, она по-моему, лучше меня знает рассказать. За время реализации проекта курсы в библиотеке прошли 73 мигранта из Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана. А то, что проект реализован, это не означает, что он закрыт, да. Мы, в принципе, понимаем, что после того, как проект реализован, все, что мы приобрели благодаря Кунду Прохорову, да, какие-то учебные пособия для работы вот именно с детьми, и, может, даже и со взрослыми уже в этом направлении по изучению русского языка, как неродного. То есть мы понимаем, что уже финансовых таких вложений нам не требуется. И работа может быть продолжена в любой момент по запросу. Со всеми вопросами и предложениями можно обращаться в Центральную городскую библиотеку Нижнего Тагила.